Слышите меня? Слышу. Да, приветствую вас. Я буквально две минуты. Хочу вас... А что такое? Хочу оградить вас от беды. Ну... Значит, дело вот в чем. Вот я лично противник. Вот это то, что вы вот с этой рулеткой играетесь. Да. Ну это ладно. Я вам сбросил вот скриншот. Вы же сами пишите вот инструкцию пользователя. Просить посетителей в видео что-то совершать действия в интернете. Проголосовать, поставить лайки, принять участие в вопросе. Зайти на сайт и т.д. и т.п. То есть там уже люди пытаются на вас подать куда-то там типа чуть ли не в суд. Это мне так просто я услышал. Думаю, надо оповестить вас об этом. Что хотят подать, не понял. Ну, я не знаю. Куда-то хотят подать. Или в ютюбе, или я не знаю куда. Я пока этого не знаю. А в чем дело-то я не пойму. Что я вам рассказываю. Вот смотрите, я вам сбросил скриншот. Видите? Нет, не вижу. Сейчас все это закрыто. Потом, когда мы закончим, я могу посмотреть. Ладно, посмотрите. Там я вам сбросил скриншот и обвел вам красным, где написано. Вы всегда вот когда разговариваете, говорите, что у меня есть сайт, зайдите на мой сайт и т.д. и т.п. Это запрещено. Ну и что? Ну и что? Так это реклама запрещена. Они не слышат, слова не понимают. Я их написал. Я говорю, открытым оком. Они не могут понять. Игнатий Тихонович, послушайте меня еще раз. Это в инструкции по чат-рулетке написано, что запрещено приглашать сайт. Зайти на сайт. Вот когда вы говорите, зайдите ко мне на сайт. Это запрещено. Вот вы в этом, на этой фотографии, вы увидите, я вам там прочеркнул. И вот люди, где-то я прочитал, что мы будем на лапе жаловаться. Я вам просто хочу предостеречь, понимаете? Я предполагаю, но они ничего не сделают. Что они сделают? Нельзя к ним туда заходить, в эту помойку. Я больше не пойду. А я перед Богом все доверяю. Вот если вы меня послушаете, не тратьте свои силы. Сколько вам осталось неизвестно, а? Зачем вам это надо, а? Плюньте на них и разотрите. Вы и так сделали вот так уже всего. Ёлки-палки, да берегите себя. Зачем вам эти идиоты нужны, а? Придурки ненормальные. Там есть люди, которые уже приходят, которые останавливаются. Вам Бог и так зачтет уже все. Вам главное себя спасти, душу. Вы уже и так набрали. То есть, родненьки, я вас просто вот как от души, я вас люблю и уважаю. Я не стал в этом. Думаю, позвоню вам, две минуты буквально скажу. Бросьте их, бросьте все. Борис Семенович, вот какое дело. Да. Перед самой смертью Сергей Козлов, парализованный иконописец, вошел в эту рулетку. Я это знаю все же. Я это поздно. Я помолился, Господи, дай мне этот талант продолжить это дело. Я просто так не могу сейчас бросить. Я убого выпросил это. Игнатий Тихонович, я видел эти видео с Сергеем парализованным. Я ему тоже написал и сказал, Сергей, брось это дело. Он бедняга, при смерти, уже ему осталось жить сколько, да? Они вот взывали там, ты мертвый, ты Владимир Ильич, ну вы же видели, да? Но это надо отдать ему должное, что у него такая вот сила воли, что он не раздражался. Но зачем это? Как это на спасение ему повлияло? Игнатий Тихонович, родненький вы мой, да? Бросьте это дело, это я вам просто говорю. Не нужно, не связывайтесь с этими идиотами. Понимаете, они вас подведут под монастырь. Я хочу узнать конкретно, они подведут, куда подведут и что? Я примеры хотя бы знать, взвесить, говорить и говорить. Я приму решение такое, которое для Бога выгодно, а не для меня. Игнатий Тихонович, значит, смотрите. Во-первых, вы нарушаете инструкцию рулетки. Я вам сбросил там этот скриншот, посмотрите, я вам отвел. Ну хорошо, дальше что? Я нарушаю. А в чем оно выражается? То, что они, я повторяю, 10 раз они могут понять слово. Я тогда говорю, вот как оно видит, вот показываю ему. Послушайте внимательно, Игнатий Тихонович, внимательно соберитесь. Смотрите, там есть в инструкции такое, что, что можно, чего нельзя делать. Внимательно слушайте. Просить посетителей, видеочата, совершать действия в интернете, двоеточие. Проголосовать, поставить лайки, принять участие в опросе, зайти на сайт и т.д. и т.п. Вы меня поняли? Я понял. Дело в том, что здесь ни одно условие не соблюдается. Здесь блудодеяние. Здесь показывают органы свои. Все нарушается подряд, 100%. А я что делал-то? Игнатий Тихонович, зачем вам это надо? Вот скажите мне, Родина. Я скажу, ничего. Господь говорит, идите к погибшим опцам. А еще написано, злодеи злодействуют злодейские. А как с ними поступать дальше-то вы не считаете как? А вот не надо к ним не... Злодей ему пошел, Исайя. Господь говорит, кого послать к нему? Он говорит, я. Господь говорит, устанешь чистый, сейчас очищу, уголь взял. Херувим. Дальше слова надо договаривать, что... И к ним Господь говорит, послал его. Злодей им этим. Короче, оберегите себя. Я очень благодарен вам, Борис Семенович. Вы знаете... Будьте бдительны. Знаете, как вы это вот? Будьте бдительны. Конечно. Более сейчас. Не нужно... У вас это хватит там передряг разных, понимаете? Разных... Вы когда посмотрите, если вам желание будет посмотреть, у нас уже заготовлено более 50 роликов. Это не просто так. И какие люди, которые нас смотрят на канале, они встретились. И что они дальше опять получили? Это работа уже идет. И работа не просто такая. Люди задумываются. Выйдут из этой помойки. Игорь Игорь Игоревич, ну я вас понял. Я как бы вот... У меня мнение есть. Я хочу вас уберечь от этого всего. Так. И как бы вот так вам позвонило для этого. Просто сказать два слова об этом, чтобы вы были бдительны. Я вас обнимаю, понимаете? Вот рука моя протягивается. Я вас обнимаю, целую. Так, на этом и все. Теперь я вас очень прошу, меня запишите в поминальник, чтобы Господь сохранил наши ресурсы везде. Возьмите меня на абордаж. Знаете, это как это... Корабль тащит другое. Да, как Россия взяла украинские катеры на абордаж. Видели, да? Да, да, да. Вы меня возьмите, раз вы позаботились, продолжите дальше. Я продолжаю это обработать, а вы здесь. Обязательно. И, знаете, сейчас мы вот будем отключаться. Посмотрите на скриншот внимательно. Я вам там обвел. Вы уже сказали, я это знал. Да, да, да. Это не новинка. Дело в том, что там никаких условий нет. Чтобы не было, что лица не видно. Там половина не видно лица, они прячутся, рука, то орган покажет, то что-то. За этим сайтом никто не смотрит. Да. А вы знаете, кто изобрел-то эту помойку-то? Не знаю. Мальчишка с 17 лет двоечник. Он говорит, у меня одни двойки были. Надо сдавать экзамены, я ничего не знаю. Давай придумывать. И он стал миллионером и уехал в Америку. Это самая отстойка. Но государству это выгодно. Эти люди смущаются. Вот, пожалуйста, там 80% мусульмане. Я говорю, зачем вы здесь? А за тем, что я говорю, вам каждую невесту, а у вас 4 жены, может быть? 4. Вы выкупаете, колым. А здесь 44 даром. Да, да, да. Кстати, по поводу мусульман. Игнатий Ильич Ильич, ну, знаете, вот я знаю, их нрав пришлось служить и видеть там многих мусульман. Они же мстительные такие. Как бы, я бы тоже вам не советовал бы с ними сильно заговаривать. Это люди очень такие, знаете, опасные. Это они такие мстительные. Понимаете? А опыт работы с ними. Мусульман, он приезжает, нынче, крещение принял, обратился. У меня не просто опыт, а опыт плодоносный. Слава Богу, Игнатий Ильич, слава Богу. Вы возьмите все это, и вам награда будет. Кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. Вы со мной. И я очень буду всегда надеяться, что у меня там Борис Семенович молится за меня именно по этому делу, по интернету. Чтобы Господь все сохранил. А вы для меня вообще, Светоч, елки-палки, 80 лет человеку, а у него еще заряда такого. Знаете, как забил заряд его пушку туго. И думаю, угощу я друга, постой-ка обратно сию. То есть это вас касается, понимаете? Слава Богу. Игнатий Ильич Ильич, ну все, тогда сейчас будет занятие. Я вот кусочек вам хотел сказать, очень мне на душе это, понимаете? Сегодня этот наш ролик, что с вами разговариваем, поставлю в интернет уже. Чтобы все знали, молиться за меня. Я ж не против, вы знаете. Мне бояться некого. Нет, нет, вы не против. Мы договорились, я вас даже спрашивать не буду. Вы всегда не против. Я всегда не против, да. Военный, видно, что ты военная жилка. Ну желаю добра вам тогда. До встречи на занятиях, да? К занятиям готовимся. Уже 40 минут, наверное. С Богом. Сердечно благодарю. Не забывайте каждый день молитесь именно по интернету, чтобы Бог сохранил. Чтобы Бог благословил тех, которые в Ютубе, в ВКонтакте, которые там администрация. Что мы за них молимся. Чтобы они терпели нас. Игнатий Теянович, кстати, вот Володя там беседует. Тоже молодец. Хорошо получается у него, кстати. Так у нас уже сколько друзей там появилось. Настоящие друзья. У Володи хорошо получается. Молодец. Но будьте аккуратны, бдительны. Обязательно. Я это знаю. Спаси Христос. Отошел. Привет вам. Всего доброго. Всего хорошего.